В субботу текстильщик под руководством Дмитрия Парфенова принимал на своем поле команду «Зенит-2» подопечных Владислава Радимова. На этом громкие футбольные имена матча не закончились. В составе команды соперника выступал Константин Зырянов, бывший игрок сборной России, ныне играющий тренер «Зенита-2». Стоило ожидать, что игра с питерским фармклубом не будет легкой. С первых минут матча игроки текстильщика ощутили на себе давление гостей. Питерцы хорошо контролировали мяч и грамотно доводили его до штрафной хозяев. И уже на 15-й минуте встречи Ивановский вратарь не смог парировать очередной удар поворотом. Нарадовавшись вдоволь, питерцы продолжили наступление. Казалось, красно-черные уступят победу в этой встрече. Но постепенно зрители начали замечать, что гости теряют запал. Игроки текстильщика, напротив, нашли свою игру. На последней минуте первого тайма атаку Ивановцев дважды жестко прервал игрок «Зенита». Судья, не колеблясь, назначил пенальти. Итог первого тайма 1-1. По мнению тренера «Зенита-2», не характеризовал реальную ситуацию на поле. После первого тайма мы могли вести более крупным счетом, если быть объективным. Но, к сожалению, возраст этих футболистов, которые у нас есть, вы понимаете, о чем я. Пенальти, который мы придумали сами себе, это, конечно, сделать пенальти на человеке, который в углу штрафной находится. Но это можно списывать только на возраст. После перерыва зрители еще не успели рассесться по местам, а красно-черные уже снова забили. Питерцы пытались сравнять счет. И такая возможность у них была. Но Андрей Романов больше не позволил поразить свои ворота. На 83-й минуте матча Иван Лукьянов, автор первого гола, с подачи Сергея Орлова, автора второго гола, сделал дубль. Позже наставник текстильщика признался. В чем секрет такого боевого настроя игроков на вторую половину игры? Удачно получилось, что до перерыва забили мяч, сделали пенальти. И начало переговорили в раздевалке, по-серьезному подсказали, перестроились. И, в принципе, второй тайм меня порадовал именно теми моментами, как играли в обороне. Да, была ошибка, было давление со стандартов, но остроты особо не давали. И при том создавали сами на контратаках хорошие моменты. 3-1. Итог встречи. Следующий матч красно-черные проведут на выезде в подмосковном Раменском. Домашней играть к стильщику предстоит 28 августа с футбольным клубом «Домодедово». Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.